И снова здравствуйте! Сегодня я поделюсь тем, как чертить автоматически выкройку в тех важных моментах, когда идет стык линий, углов между фрагментами выкройки. Не высчитывать выкройку, а именно графически оформлять, что очень важно скажется на готовом изделии. Какие начальные знания о геометрии использовать? Именно начальные, самые простые. Выкройка это чертеж, рисунок, графическое отражение, объемные фигуры на плоскости. А материал это именно плоскость. Все точки полотна можно уложить на одну ровную поверхность, пол, стол. Если замкнуть вертикальные линии материала вместе в шов, получится объемный объект, цилиндр. Любое отклонение от данной формы уже не позволит также обратно все точки материала уложить на стол, если разобрать шов. Можно данным цилиндром из материала обернуть тело человека. Если представить, что самые выпуклые точки груди и бедер одного объема или у ткани больше объем, чем тело. Так что оно не деформирует этот цилиндр. Далее на материале надо отметить мысленно вертикали центра переда и спины. Если обратно этот цилиндр разложить на стол, то мы увидим, что половина тела заключается между вертикальными линиями, параллельными между собой. Если между этими линиями отметить параллельно полу линию груди, талии и бедер, получится сетка чертежа, более привычного нам образа. Я рассмотрю стандартную фигуру без отклонений. Есть нужные горизонтальные линии, линия бокового шва, одного, так как выкройка обычно делается на половину фигуры, если нет асимметричных частей. В данном видео я буду, как и прежнее, рассказывать всю логику размышлений. Для тех, кто хочет просто увидеть правила и иметь возможность им следовать, то наглядно на базовой выкройке эти рисунки будут фоном одного цвета. Для тех, кто смотрит этот ролик ради того, чтобы понять логику, почему это именно так, а не иначе, и не пугается даже элементарных правил геометрии, мои рассуждения будут на рисунках с другим цветом фона. Если есть возможность использовать несколько подходов геометрии, которые так или иначе объяснят, я постараюсь использовать их. Возможно, какой-то из них кому-то будет более близок, более понятен. Поэтому, посмотрев изначально общее, как это выглядит, можно уже дальше не пугаться. Также, естественно, я отражу на примерах, где это можно использовать. На самом деле, этих правил совершенно немного. Они простые, но используются везде. Поэтому создавать форму и чертить что-то надо только, если вы знаете эти правила. Потому что иначе некоторые мелочи могут совершенно на нет свести весь труд. Поэтому, рассказывая о формообразовании, я прервусь для того, чтобы сделать именно этот ролик. Одним из самых важных правил, считаю и не устану никогда повторять, чем ближе выкорка к очертаниям тела, тем более криволинейные срезы, повторяющие очертания тела. Чем больше свободы облегания, тем более прямые линии, вплоть до прямого силуэта. Иначе, например, брюки будут с ушами на бедрах. Для того, чтобы избежать натяжения на длинных срезах, если это не прямой свободный силуэт, можно по центру сделать небольшое 3,7 мм скругление линии внутрь. Натяжение всегда идет между двумя крайними точками прямой. Чем дальше они раскинуты друг от друга, тем на большем участке будет натяжение. Например, тот же внутренний срез брюк, шаговый шум от точки сидения до колена. Если сделать брюки непрямыми абсолютно или расширенными, то от точки сидения клина до колена будет натяжение. Если сделать небольшое по центру этого отрезка, небольшое углубление внутрь, криволинейность среза, то натяжение будет идти по каждой точке этого криволинейного среза. То есть изменение длины будет всей линией, совершенно незначительным. А натяжение не будет возникать между крайними точками. И весь срез не будет так тянуть. Либо, можно сказать, о концах плеча и середины проймы по переду. Там также делается небольшое закругление для того, чтобы немножко, чуть-чуть удлинить, незаметно, но снять натяжение прямолинейный. Обратите внимание на то, как сужается внутренняя линия округлых срезов, когда планируется добавлять припуск на швы. К вопросу об окружностях. Чем дальше от центра окружности линия, тем она длиннее. Чем ближе, тем она короче. Соответственно, если у нас есть округлый какой-то срез, и нам надо нарисовать припуск, начертить, то получается, что чем он шире, то есть ближе к центру окружности, если речь идет, конечно, о вогнутой относительно выкройки линии. Чем шире припуск на обработку, тем меньше длина среза припуска. Но совместить, когда мы наложим одну деталь на другую с изнанки, у нас не получится. Оно будет тянуть. Поэтому надо заранее понимать, какая будет обработка. Возможно, если это достаточно криволинейный срез, либо он достаточно длинный, стоит выбрать, например, минимально узкий припуск на обработку и обработку сделать отрезным фрагментом. Если линия выше нужного уровня из-за диагонального среза, то прямой угол всегда нужен, но он будет сантиметра 2-3, выходя плавно на нужный уровень. Всегда нужно просчитывать то, как будет выглядеть ваша линия в зеркальном отражении. Если мы состыковываем две одинаковые детали, то линию нужно отзеркаливать. Тогда будет понятен, какой будет линия или срез в итоговом варианте. Итак, вспомним, что такое угол 180 градусов. Изначально угол – это точка, вершина угла и два луча, исходящих из нее. Если есть определенная длина, а не бесконечные лучи, то это отрезки. Для угла 180 градусов эти две линии расходятся из точки, превращаясь в одну прямую линию. Угол 90 градусов, можно сказать, одна вторая половина угла 180 градусов. То есть это также две линии, исходящие из точки, но они образуют перпендикуляр между собой. Есть понятие зеркальности. Это когда две одинаковые части, отраженные в противоположном варианте друг от друга, совмещены одной линией. Например, симметричны левая и правая части полочки. Также очередное правило. Самое краткое расстояние между двумя линиями по прямой, самая короткая прямая между двумя параллельными линиями – это перпендикуляр. Логично, что если от одной линии отходят две под разными углами и перпендикуляр, то самая короткая – это перпендикуляр. Соответственно, любая другая будет длиннее. То есть линия под наклоном между двумя параллельными линиями, она всегда будет длиннее, чем перпендикулярная линия. Уже запутались, зачем это все? Есть базовые линии чертежа. О них было в начале. Любые отклонения от вертикалей, разные углы. Это сужение, расширение, выточки, складки. Нужно уметь сопоставлять, как ведут себя отрезки. Где возникает натяжение, если расстояние короткое, а где провисание возникнет, если длина больше соседнего участка. Где припуск может быть любым, а где надо заранее подумать об обработке, так как характер среза не позволит выбрать любой вариант. Также помогает понять это правило и одновременно с этим показывает, где его можно будет использовать. Как было указано ранее, угол это два луча из одной точки. Если их соединить между собой третьей прямой линией, то между этими двумя лучами она является отрезком, а это уже треугольник. В недавнем ролике была речь о коническом расширении, также являющем собой форму выточки. О ромбе говорить нет смысла. Если даже двухвершинную выточку можно представить, как два треугольника, надо все по возможности упрощать. Рассмотрим вопрос с углом и выточкой. Как упоминалось ранее, когда два луча сливаются в одну линию, это 180 градусов. Все, что лежит в более узком диапазоне, имеет меньшее значение угла и выглядит иначе, не линия, не одна прямая линия. Теперь рассмотрим зеркальность, равенство и неравенство. Если из той же точки угла в сторону линий провести прямую, рассекающую угол пополам, то линия расходится на одном расстоянии от линии центра. По сути, это середина выточки. Если наша вершина угла выточки лежит на одной линии, зрительно начертить надо линию. А есть еще одна линия, на которой заканчиваются линии выточки. То получается несколько ситуаций. Да, это не математика, это все речь о выкройках. Итак, несколько ситуаций. Первая ситуация, когда линия, где лежит вершина выточки и ширина раствора выточки, вторая линия, они между собой параллельны. Вторая ситуация, когда эти линии между собой не параллельны. Например, талия поднимается вверх до выточки и после нее. Линии могут быть модельными, криволинейными, любыми, непрямыми. Они могут содержать в себе выточки, защипы, складки. Линия талии, например, на сутулу и перегибистую фигуру, разная по высоте, на полочке и на спинке. Плечевая линия, наклоненная, содержит в себе выточку. Много существует различных линий, наклонных с выточками, наклонных относительно базовых горизонтальных линий, на которые мы ориентируемся, создавая выкройку. То есть, иначе, проще смотря на это, талия поднимается вверх или вниз относительно низа изделия. Если представляем себе, что вершина выточки – это некоторая линия, параллельная низу изделия, как ориентир, и линия, где находится ширина раствора выточки, отклоняется куда-то в сторону, не параллельно ни одной, ни второй линии. В первой ситуации содержатся два варианта. Вариант А. Линии между собой параллельны. Как уже говорила, виртуальная линия, проведенная визуально, где находится вершина выточки и где находится ширина раствора выточки. Между ними содержится сама выточка. Центр выточки перпендикулярен этим линиям. Выточка не наклонная получается, она прямая. Центр выточки прямой. С линией, где раствор выточки, раскрытие угла. Центр образует прямой угол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вспоминаем правила прямоугольного треугольника. Сумма квадратов двух катетов равна квадрату гипотенузы. Не ломаем мозг, кто давно к этому не обращался. Самое главное тут понять, чтобы не вдаваться в суть, ничего не высчитывать, это то, что одно число плюс другое будет давать в сумме третье. То есть, если мы, например, одно из этих двух чисел сделаем еще больше, то и третье суммарно тоже увеличится. Кто хочет подтверждения, вспоминаем. 2 в квадрате плюс 2 в квадрате равно 8. А 2 в квадрате плюс, например, 4 в квадрате, это уже 20. Допустим, что центральная часть выточки, ее середина, это один катет. Половинка раствора выточки, это второй катет. Длина самой выточки, по которой мы стачиваем ее, это получается гипотенуза, если между двумя катетами, то есть между центром выточки и шириной, находится прямой угол, о чем мы изначально говорили. Тогда длина выточки, это гипотенуза. Соответственно, оставляя один из катетов, например, длина центральной части выточки, та же самая, мы, например, увеличим ширину раствора выточки, то есть второй катет сделаем больше. Получается, что и наша гипотенуза должна стать больше. Гипотенуза у нас здесь, это луч выточки, будущий наш шов. Если мы ширину раствора выточки делаем больше, значит и гипотенуза, длина выточки будет больше. Линия будет наклоняться в сторону еще больше. Соответственно, если мы ее ширину раствора выточки уменьшим, линия будет наклоняться в другую сторону, и она будет меньше. Если нам надо, чтобы выточка оставалась прямой, вторая зеркальная сторона выточки должна быть под тем же углом к центральной линии, середине выточки. Тогда и сторона выточки будет равна первой стороне. Мы только что исходили из того, что центральная часть выточки, ее середина, это катет одного треугольника, одна составляющая суммы, то есть то, что влияет на диагональную сторону. И она всегда короче, чем эта наша гипотенуза, сторона выточки. Значит, когда мы застрочим две стороны этой гипотенузы вместе, центральная часть короче, и она, будучи перпендикулярной, то есть линией, где находится ширина выточки, она короче, значит, она не будет доходить до окончания шва. И она не будет зафиксирована в шве, ее не хватит. Из этого следует, что для того, чтобы в припуск попала часть выточки, которая будет скрыта от глаз, ее надо продлить вверх, эту центральную линию, пока она не будет равна стороне выточки. Эту вершину надо соединить со сторонами выточки. При данном увеличении центральной части выточки, середины, у нас получился непрямой угол, если мы смотрим на выточку в развернутом виде. Выкройки нам нужны плавные линии, чтобы не было острых углов. Поэтому данную линию немного надо сгладить, приближаясь к месту стыка. Отрисовывая нашу линию, нельзя заходить за ту линию, где находится вершина выточки. Можно еще проще подойти, не заниматься этими расчетами вычисления, а кому-то, возможно, будет проще другой вариант. Особенно, если линии выпуклые, вогнутые. Продлеваем линию выточки, восстанавливаем перпендикуляр от точки ширины выточки к линии центра выточки. Там, где прямоугольник пересечет линию, будет точка продления центра выточки. Чуть сложнее обстоит вопрос отрисовывания выточек, углов, фалт, наращивания дополнительной длины для этих объектов в тех случаях, когда ширина выточки расположена на наклонной линии. Нужно просчитывать не только саму складку выточки, но также и то, куда будет направлена внутренняя часть. В случае выточки застроченная, скрытая, в случае складок обозримая. Если складки как-то застрачиваются, то нужно заранее понимать, в какую сторону будет этот внутренний уголок застрочен. В сторону повышения линии или в сторону понижения линии. Рассказывая про повышение линии, соответственно, другой случай будет противоположным. Итак, наметили место угла этого объекта. Наметили линию центра. Наметь место линии центра. Линия, которая идет с понижения, она, естественно, короче. Вторая сторона выточки, идущая на повышение, значительно выше. Если складка будет повернута в сторону повышения, то, естественно, что нужно отложить половину ширины выточки в ту сторону, куда она будет заложена. Именно там, в сторону от самой высокой стороны выточки, будет расположена складная часть. Соответственно, расчет при отрисовке выточки должен быть по тому месту, где будет проходить центральная часть выточки, когда она будет сложена. То есть, в гораздо более высоком месте. От точки вершины выточки нужно посчитать, например, линейкой, сколько будет этот отрезок. И именно его и откладывать в изначальном варианте посреди угла, например, выточки. Самая короткая внешняя сторона выточки, естественно, должна быть равна более длинной стороне выточки. Точки данной ломаной линии надо соединить, ну, а потом немножко скруглить, сделать более плавной. Соответственно, когда этот угол, поделенный пополам, будет в сложенном виде располагаться в сторону понижения, то и действия будут обратными. Там будет небольшая выемка. Ее можно как вырезать, если уверены в себе сразу? Можно сложить и посмотреть, что получается. И уже, если результат устраивает, тогда уже оставшийся, торчащий наружу уголок хвостик можно отрезать в конце. Где используются подъемы и спуски для половинок выточек? Например, боковой шов на линии талии. Центр талии полочки и спинки на разной высоте. В боковом шве они уравниваются. Также приталенный или расширенный лиф, нагрудная выточка из плеча. Далее, в ролике о расширении коническом я говорила о построении выточки, но повторюсь. Вспоминая, что вся выкройка держится на вертикали центра и ориентация линий идет на эти линии. Основная часть выкройки не меняет направление, но вот та часть, что между линиями, по высоте выкройки и в сторону свободного края, немного наклоняется. Точка вращения – это вершина выточки. Участок, наклоняясь, становится под углом и, как выяснили недавно, линии наклонные длиннее, чем прежние. Значит, чтобы не вздернуть, весить оставшийся участок ниже, если вертикально или в сторону, горизонтальный срез, надо срез удлинить заранее. Есть общие правила, выверенные на многолетнем опыте, насколько поднять линию. А можно произвольно продлить линию наклона и от нее, на линию, где раствор выточки, провести перпендикуляр. Постепенно примеряя, поднимая по линии вверх треугольник, остановиться, когда нужные линии пересекутся, это и есть величина повышения, линию сгладить. Возвращаясь к зеркальному отражению и прямому углу. Сначала пример. Есть линия низа платья, прямая юбка, боковой шов спинки и полочки, вертикальные швы. Это все понимают. Линия прямая низа. Это и есть описание 180 градусов и на два поделенных, под 90 градусов. Мы видим, линия прямая, углы равные. А что будет, если один из лучей угла отвести в сторону, вверх или вниз? Подол уже не будет таким прямым. А что еще можно подметить? От линии бедер по центру до линии низа расстояние равно расстоянию по спинке, расстоянию на боковом шве. Это то, что нужно. Линии параллельны, а расстояния между ними везде параллельны, равны. Также на любом другом участке, не только в юбке. А если мы расширим подол, не важно, равномерно или нет. Вот захотелось боковой шов отвести в сторону трапецией. Если оставить окончание бокового шва, отведя его в сторону, на линии изначального низа, угол станет острый. И совмещая со спинкой, с таким же острым углом, мы не получим 180 градусов. А значит, прямой линии низа не получим в боковом шве. Там будет острый клинышек. Может быть, кому-то он при моделировании необходим, но не при создании обычной расширенной юбки. Зная эти факторы, можно играть, что мы хотим получить, первый или второй результат. Естественно, если надо соединить два фрагмента в одной прямой линии, и вертикальный шов не обязателен относительно линии соединения, то и углы могут быть больше или меньше 90 градусов. Главное в сумме 180 градусов. То есть, суммарно два угла дают 180 градусов, но зрительно угол фрагмента, например, там, колорблок или еще что-то, могут быть, естественно, не по 90 градусов. Но суммарно 180 дадут прямую линию внизу. Это один из факторов, почему непрямыми чертятся линии низа рукава. Важно то, как, будучи стаченными, они какую линию дадут. Например, для хорошего восприятия рукава прямой зауженный рукав может быть с одной стороны руки иметь на выкройке при поднятии от нужной линии на другой стороне, линия будет округлая, ниже опущена. Но, когда мы совмещаем концы одним швом, мы видим, что линия переходит плавно. Она не является параллельной. Относительно заданной линии низа, выше или ниже, нет. Но она сходится прямой линией. Потому что эти углы при поднятии и понижении они суммарно дают 180 градусов. И линия все равно будет казаться зрительно прямой. Также, если рукав ровный, но он идет на сужение, от проймы вниз рекомендуется линию шва не сразу идти на сужение, а немного под прямым углом. Далее уже выходя на заданный уровень сужения. Иначе там будет острый угол и он будет подниматься к подмышке или после втачивания будут некоторые заломы. Также обстоит дело с линией талии в зеркальных фрагментах. Пояс брюк на спинке. Если линию талии от центра надо влево или вправо повысить или понизить, то это не делается от пересечения линий вертикальной и горизонтальной. Немного проводится под прямым углом к центральной линии ровно, выходя постепенно к нужной высоте. Иначе там будет угол. Так что либо при наличии выточки в среднем шве брюк, то есть диагонально расположение шва, строить повышение линии. Потому отводя линию от положения вертикали, то есть удлиняя ее, как выяснилось, надо ее сократить до первоначальной длины, сгладив линию. Ну и конечно расширять надо одинаково обе части, как выяснилось в ролике о расширении. Как чертить расширение, также в том же ролике рассказано. Если совмещать два криволинейных среза, о чем я только что говорила про рукав, их лучше чертить в месте стыка, ближе к прямому углу. Например, эта лодочка, вырез, называемый так часто лодочкой, надо помнить еще также о месте технологической обработки. По-простому, как сшивать острый узкий угол в нескольких слоях материала, насколько это будет удобно и красиво, не будет ли лишних утолщений в одном месте. То есть, кроме геометрических правил, надо еще учитывать свойства материалов и другие аспекты, относящиеся уже к технологическим моментам. О свойствах материала у меня есть отдельный ролик. Я абсолютно точно уверена, что когда я помню про все эти правила, которые уже становятся автоматическими, выкройка не преподносит сюрпризов. Я рассказала только базовые, самые простые правила создания чертежа, чтобы создать базовую выкройку. Я не рассказала о том, как чертить вытачки наклонные в прямых или наклонных швах. Там посложнее. Они нужны будут, возможно, позже. Я не рассказала о том, как, например, оформлять выкройки с рисунками на ткани для совмещения, либо как рисовать те же вытачки для тканей, например, в полоску. Это можно изучить позже. Надеюсь, что это было полезно. Пока на сегодня все. До новых встреч! Огромное спасибо тем, кто выражает благодарность за ролики, нажимая соответствующий значок.